Она была 4 рецепта, но сегодняшний день она уже составляет демокс. Вот, сколько будет это? Любой пользователь, который, ну, скажем так, экономически действует рационально, он будет, соответственно, в таком комиссии большие, много платить не хочется, он будет стараться открывать как можно меньше каналов, делать как можно меньше лечение транзартов. Очень хорошо. Вот, правильно. Вот, второй вопрос заключается в том, что, опять же, любой экономически разумный пользователь будет выбирать какие-то каналы для более короткого маршрута. То, что, если мы каждые проектные модели будем платить какую-то комиссию, только не вошу, да, чем не вошу, тем получает больше комиссии. Можно я сейчас отвечу сначала? Нет, я сейчас... Просто два вопроса, и я не забыть их по дороге. Вот, нет, общая идея какая-то. Значит, пока получается то, что открывать как можно меньше каналов, как можно меньше транзартов, их открывать как можно реже, как можно меньше, как можно реже, и, соответственно, на как можно больше и суток. Проблема здесь заключается в следующем. Вы там нарисовали, вот, был слайд один из последних, где там Алиса передает Богу, потом там будет их, да? В реальности получится, скорее всего, схема не такая, что там какие-то глобные, фэровые, а, скорее всего, там будет схема Алиса, банк Алисы, банк Бога и Бог. Вот, а еще, скорее всего, поскольку, ну, схема, чем, как бы, блоки более маленькие, скажем так, да, чем больше комиссии, скорее всего, если вообще вы хотят сократить эту схему до одной большой снежинки, что Алиса большой-большой банк и Волк. Один большой сберманк. Да, я понял вопрос, сейчас отвечу на них на все. Да, это произойдет, и более того, я последовательно говорю, что это произойдет, к сожалению, и, к счастью, это произойдет очень так же, как у вас есть аккаунт на мейле? Есть. Вот и все. Ну, вы знаете, очень интересно. Ну, то есть, у меня просто, правда. Нет, нет, вопрос про кто-то у меня есть. Нет, нет, мы осознанно выбрали кмейл, вам никто не завязывал. Есть опенсорсные программки, можно засетапить свой мейлсеркет, это можно сделать за вечер. Но вы выбрали кмейл. У меня есть на своем домене, почта. Хорошо, у меня тоже есть. И нам никто не будет мешать переписываться между нашими доменами и подсуществлять платежи. Вопрос лишь только лишь в том, что большинство людей, им не то, чтобы на анонимность пофигу, да им на все пофигу. Ему сейчас нужно, вот быстренько карточку куда-нибудь там ввел, какой-нибудь банковский счет, и доступ к любимому сайту ему сделали, и все. У него никак не нужно эти централизации. Это же радость продолжать своего до того момента, для централизованных последних приказывает долгожить. И потом у них, потом у них, вот сети лайнит, нам все равно за жизнь для централизованного последника. А если им мало, то нет. Что? Если им очень мало, этих централизованных последних, то нет, вы подборитесь. Но, видите, на день, да, вот рассчитано. Если мы вот в течение дня, допустим, не закрываем, что-то происходит нехорошая картина. Если вдруг блоком этот огромный и огромный большой банк, а у него там миллионы этих миллионов, мы все равно, как на сегодняшний день можем вводить вот эти 50 тысячи вон-чинь транзакций, так мы с одним мегабаритным блоком и дальше сможем вводить. Если в один день блоком этот огромный и огромный банк... Я, опять же, хочу отделить эту проблему. Увеличить... Не то, чтобы увеличить... Ну, то есть я не то, чтобы против увеличения блока, да? Я против того, что люди, которые говорят, вы не даете нам увеличить блок, мы вам не дадим сделать сегвит. И 75% майдер в реале ведут себя так. А я могу сказать, что произойдет в результате этого всего. В блокчейне биткоинов, возможно, не будет имплементирован сегвит. Как? Ну, а перенадцатую версию. Нет, он не будет активирован. Сейчас нет предпосылок. 25% и то не добирают. И это действительно угроза. Но страшного ничего не произойдет. Я объясню почему. Потому что найдется еще с десяток мелких валют, начиная с лайткоина, которые имплементируют сегвит и скажут «А вот через нас ваши любимые порно-сайты оплачиваются поминутно». И они заберут эту аудиторию. И пользователи этих сайтов, которые ходят на какой-нибудь онлайн-репетиторство или что-то там, чего-нибудь онлайн. Они вот видео смотрят, фильмы смотрят только минутно. Вот. Они все возьмут со своего банковского счета сделают депозит, они не будут знать, что это работает через лайткоинт. Им будет все равно на этого. Просто защищенности там ДШ, лайткоина, там Ethereum, Ethereum, я не знаю, Boutereum, а чего угодно. Любой из них имплементирует цигвит и делает площадку для того, чтобы появилось вот это и все. И это начинает сразу же работать. А вопрос можно сказать, вы считаете, что людям все равно пользуются они централизованные веками или не централизованные? Да. И там большинство людей, более того, они зададут резонный вопрос во-первых. А что бы вы говорили? Во-вторых, они все зарегулированы и они зарегулированы настолько, что и технически они так устроены, что комиссия с карточек не может быть там меньше 5% или там 3 хотя бы которые забирает банк. Это уже сейчас. Во-вторых, да, зарегулированность мешает. Да. Это катастрофа, то, что человек там не может оплачивать всякие разные штуки быстро, безопасно и для того, чтобы там принимать платежи с карточек нужно проходить PCI-DSS сертификацию, к примеру. Почему? Хотя там отправка и прием электронной почты вот никаким образом не регулируется. а прием оплатежей с карточек регулируется по стандарту PCI-DSS. Почему? Потому что банки дырявые. Банки дырявые, система Visa и MasterCard устроена плохо. но где вы вот видите, даже посмотреть, ну все, по-моему, давайте купить икрую визу с MasterCard. Давайте, я тут о всех хотя бы устрою. Вы представьте себе, чтобы на Mail.ru доступ к почте заключался в следующем. Просто ввел свой ящик и дату и допустим год своего рождения. А ведь платежи по карточкам пластиковым именно так устроены. Ввел номер своей карточки, ввел дату ее выпуска, платеж прошел. Но это же катастрофа. Когда электронная почта обычная защищена лучше, чем карточные платежи. Отлично. Я считаю, что основные достоинства битвойные выходы не как они безопасны были, а именно то, что они тут централизованы. Они останутся децентрализованы. Более того, более того, я с удовольствием буду держать маленькую Lightning ноду для себя и ставить товарищи. Причем так же, как я держу аж, наверное, 3 или 4 почтовых сервера на доменах разных. Но беда вся в том, что в Gmail очень легко искать письма. Но это удобно. И именно поэтому у меня в Gmail копится действительно много и достаточно важных писем. Хотя все, что важно, я стараюсь на своем домене держать, на своем сервере зашифрованное и всякое такое. И тут я полностью поддерживаю. И никто нам не будет запрещать держать собственную Lightning ноду. и тут нету никакой катастрофы. А то, что миллион хомяков, которые будут сидеть централизованно, ну, как все централизованные, не настолько, как банки Lightning будут централизованы. Они нам нужны. Они нам курс расходят. в общем, и те кто зашифрованное в этом в этом нет. же зашифрованное транзакция настрой. Да, мне ровно для этого надо. Мне надо, чтобы там оказались миллионы. И я действительно хочу, я понимаю, что до тех пор, пока весь массовые платежи, вы посмотрите, что нужно людям. Вот у вас запрос есть на анонимность, вы говорите, на что-то там другое. А у людей совершенно другие запросы. Им шторы заказать, куркутёпу повыгодить не найти. Да, не концов еще отдать. Простяну не успогательное слово, да. Больше в ближайшку день и конец обсудить. Да, везде так. Вот. Я иногда сюда давайте впереди А, ну, еще если того у а господи на на господи на господи я не слышал? Да, все про Продолжение следует...